Финальная стадия рейда Корона Скорби без лишних слов. Начинаем. Ты ведь на боссе сейчас, значит сюсюкаться с тобой никто не будет. Ну а если всё же нет, то сначала посмотри предыдущие ролики про две первые стадии рейда, ссылки на них в описании под этим видео. Рекомендуемый уровень силы на боссе, чтобы вот комфортно себя чувствовать, 731 с плюсом. Однако, мобы станут белыми с 726 уровня силы и вы сможете их нормально убивать. Оружие. Эпидемия в первый слот, дробовик и кел во второй и пулемёт или гранатомёт в третий. Оружие из силового слота вам понадобится только для убийства жирных мобов, вроде рыцарей или огров. Гранатомёт с гранатами-шипами, к слову, будет убивать огра лишь за три попадания. Если вся команда будет с эпидемией в первый слот, то для урона по боссу используется только она. Итак, зал тот же, что и на предыдущей стадии. Он уже не будет разделяться преградами, однако в вашей команде всё же лучше делиться на три пары. Право, центр, лево. В начале стадии один игрок из каждой этой пары берёт баф на центре. Проще говоря, трое разбегаются по трем сторонам сразу, а трое после того, как возьмут баф из зелёной лужи по центру. На каждой стороне в разное время будут стоять особые задачи. Будет появляться тень Гахалрана, будут появляться кристаллы и будут появляться огры. Сначала давайте опишу, что делает каждая пара игроков в каждой комнате подробно. Итак, на старте игрок с бафом должен убить рыцаря. Их будет появляться два с интервалом примерно в 10-15 секунд. Один с одной стороны, другой с противоположной. Игрок без бафа чистит в этот момент мелких мобов, и при этом оба игрока наблюдают, не появился ли кристалл на их стороне. Кристалл может появиться в четырёх местах. На ящиках перед боссом, на ящиках позади и в воздухе между столбами. Кристаллы появляются в комнатах по часовой стрелке. То есть, если появится кристалл справа, то потом появится в комнате слева. Мы так и не уловили, с каким именно интервалом по времени появляются кристаллы. Так что, если знаете, пишите в комментах, будет полезно. Если кристалл у вас появился, то он становится целью номер один. Его уничтожить очень важно, иначе вайп. Как это делается? В защитный купол кристалла должен запрыгнуть игрок с бафом и без него, и выстрелить в него. Можно бить рукопашкой, но она не всегда нормально срабатывает, лучше стрелять из дробовика. Стрелять по кристаллу нужно почти одновременно, либо с секундным интервалом. Так что, делайте это со своим напарником чётко по команде, особенно когда нужно ломать кристалл в воздухе. Сломали кристалл? Кричите напарнику «Смена!» и бегите обмениваться с ним бафом. Левая комната обменивается на нижнем камне, центральная комната на левом камне, а правая комната на правом камне. После обмена бафом снова смотрите, что у вас происходит. В первую очередь чистите мобов, человек с бафом убивает рыцарей и взрывающихся тралей, а игрок без бафа остальных. Тут же смотрите, не появился ли у вас ещё один кристалл. Да, они могут появляться ещё, но при этом не могут появляться в двух частях зала одновременно. Тут же у вас может появиться иллюзия Гахалрана, как на предыдущем этапе. С ней вам тоже придётся разобраться вдвоём, однако тут есть очень важная деталь. Иллюзия может появиться чуть раньше – появление кристалла. Так что прежде чем нападать на чёрного жердяя, убедитесь, что у вас нет кристалла. А если он появился, то сначала ломайте его, времени у вас должно хватить. Итак, у вас, например, появился кристалл и Гахалран. Ломаете кристалл, проверяете таймер бафа, решаете перекидывать вам его или нет, и затем бежите на центр своей площадки, вот к этому чёрному пятну примерно. Вам нужно, чтобы иллюзия Гахалрана подошла в эту часть платформы. Как только он оказывается по центру, оба игрока должны ударить по нему рукопашной атакой. Будьте осторожны в этот момент и не подходите к боссу, если у вас низкий запас здоровья. Сначала отхильтесь, потом бейте. Когда вы оба ударите Гахалрана, он застанется и остановится, а с вас слетит баф. Если в вашей паре есть титан, то он может поставить купол на тень, и так будет убить его проще. В этот момент оглядывайтесь на огромного Гахалрана над вами. У него должна загореться рука зелёным светом. Когда это произойдёт, стреляйте по ней и держитесь подальше. Он достанет топор и ударит по земле, убив тем самым свою иллюзию. Всё, теперь вам нужно очень громко крикнуть остальной команде «Тень убили, нужен ресет» и название, с какой стороны этот ресет нужен. Левая комната слева ресетится, правая справа, центр, где им будет удобней. Что это за ресет? Как я уже сказал, в момент, когда вы бьёте по щиту жердяя, вы избавляетесь от бафа. Но вот беда, кристаллы на вашей стороне ещё могут появиться, ровно как и мобы с разным сопротивлением продолжат спауниться. Поэтому вам этот баф будет необходим. Так что в такой ситуации, когда вы с напарником лишились бафа, кричите «Ресет» и один из вас подбегает к камню. Также к камню подбегают двое других игроков с другой стороны. Один из них с бафом, другой без. Стреляете по камню и тем самым получаете баф. Тут как обычно. Затем продолжайте избавляться от противников и от кристаллов на своей стороне до тех пор, пока все не избавятся от своих теней Гахалрана. Пока ждёте этого, отстреливайте мобов и следите внимательно за кристаллами. Важная деталь про «Ресет» после убийства Тенига Халрана. Он нужен. Только после убийства первой, после убийства второй и третьей иллюзии «Ресет» делать не нужно. Вам достаточно на самом деле одного игрока с бафом к этому моменту и вот почему. На этой стадии начнётся фаза дамага по боссу. Но при этом, в самом её начале появится ещё один кристалл. Его, как вы понимаете, нужно обязательно и быстро сломать. Так что один игрок с бафом говорит, где кристалл, и его напарник по комнате бежит вместе с ним ломать его. В этот же момент босс начинает кастовать. Каст нужно сбить. Как это делается? У каждого из трёх огромных боссов начнут светиться руки, и он будет тянуть их к голове. Вам нужно стрелять по рукам, тем самым опуская их и прерывая каст. Опустили обе руки, постреляли в голову и всё, каст сбит. По идее, каждая пара игроков сначала снимает каст своего босса, а потом двойка, которая занимается кристаллами, идёт их ломать. Но возможно, что, например, сторона, которая будет как раз за кристаллами-то и следить, не справится как надо, и для этого мы распределяли снятие каста иначе. Каст центрального Гахлрана прерывал один игрок, каст правого — те, кто был справа, а левого помогал снимать один игрок с центра и два игрока, что бегали за кристаллом. Обычно это как раз был я, и мы с левой стороны успевали ломать кристалл и потом стрелять по боссу. После этого игрокам, которые занимались кристаллом, опять же нужно обновить баф. Лучше заранее обговорите, на каком камне вы это будете делать. Когда касты всех трёх Громил будут прерваны, останется только один босс, и вот по нему вам и нужно будет вносить урон. Переключаемся все в шестером на идеальную эпидемию и, разведя его руки, наваливаем в голову. Кстати, раз мы дамажим с эпидемией, часть игроков может стрелять боссу в голову до того, как по ней начнёт проходить реальный урон. Это позволит заранее накопить стаки и тем самым увеличит общий урон к моменту, когда начнёт регаться настоящий дамаг. От варлаков тут обязательно нужен колодец света, а от охотников — стрела под ноги. Если есть охотник с золотой пушкой и шлемом на шестикратный урон, он тоже очень подойдёт для дамага по боссу. А вот пока вся команда наносит урон по боссу, игрок с бафом должен убивать мобов. Трали будут очень вам мешать. Сначала чистите мобов, потом присоединяйтесь к урону по боссу. Продамажили, развели руки и ещё раз продамажили. Потом ещё раз развели руки и ещё раз продамажили. Потом разбежались снова по своим комнатам и повторяете процесс снова. Но прежде чем вы разбежитесь по комнатам, проследите, чтобы в каждую комнату был направлен игрок с бафом. Для этого к камню, желательно слева, должен подойти один игрок с бафом, который чистил мобов на стадии дамага, и трое игроков по одному из каждой комнаты без бафа. Стреляем по камню, передаём баф. Если всё будет ок, то за 2-3 фазы вы убьёте этого императорского самозванца и получите награду. Эксклюзивный рейдовый экзот, пистолет-пулемёт Тарабах падает редко. Нам за первое прохождение не упал никому. Но вам-то я надеюсь упадёт, дорогие мои подписчики. Так что давайте, дерзайте. Мы разобрали весь рейд. Вернёмся сюда с очередными гайдами только с появлением челленджей, пожалуй. А пока прощаемся. Спасибо за просмотр. Было полезно? Ставь лайк. Счастливо! Спасибо за просмотр.